Здравствуйте! В эфире воскресная программа «Итоги недели». Я ее ведущий Амир Кедрасов. 20 августа в Кумертау прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню авиации. По уже сложившейся традиции, утром горожане отправились на Кумертауское авиационно-производственное предприятие, для того, чтобы увидеть легендарные вертолеты, которые создают наши авиастроители. В праздничный день можно было не только увидеть авиатехнику с близкого расстояния, но и побывать внутри вертолетов. В субботу, 20 августа, между заводом Кума ПП и летной испытательной станции горожане отметили торжественные события. Новость о том, что в этот день будет проходить праздник Дню авиации, облетела окрестности. Поэтому веселое оживление на площадке началось еще до официального открытия. Здесь собрались жители со всего города. Кумертауский завод славится вертолетами во всем мире. Но главное здесь есть трудовой коллектив, который умеет добиваться достойных производственных показателей и гордится местом своей работы. Их труд заслуживает признания и уважения. Специально к этому дню на выставочном фоне были представлены легендарные вертолеты. Взрослые и дети смогли ощутить себя пилотами, посидеть в кабине вертолета, а также сфотографироваться как рядом с летательным аппаратом, так и внутри него. В небе стоял рев и гул. Показательные выступления авиамодельного кружка – это один из самых зрелищных моментов праздничной программы. Юные мальчишки и девчонки вместе с своими родителями наблюдали за самодельными самолетами. По словам руководителя авиамодельного кружка, на сборку такой техники уходит очень много времени. Ну мы здесь делаем различные радиоуправляемые модели. Вот это в данный момент самолет-квадрокоптер, который победил на премии имени Палатникова, занял первое место. Вот. Самолет, видите, как видели, взлетает вертикально. Сейчас техника очень новая. Вот смотрите, это все моторы, как говорится, электроника. Тут платы управления очень сложные. Без компьютера ничего не сделали. Все прошивается про это, программируется. Вот такое дело. Посетил мероприятие и поздравил всех жителей с праздником майор запаса Раис Сайфулин. Наши вертолеты самые лучшие. Почему? Потому что, ну, наверное, компактные, наверное, потому что грузоподъемные. Виностранные вертолеты напал бы у других кораблей. Смотрелись, ну, скажем так, не лучше нашего. Ну, и хочу поздравить горожан нашего города, значит, заводчан с праздником ветеранов авиации, значит, ну, и тех ребят, кто сейчас служит в вооруженных силах, в авиации, кто учится в учебных заведениях военно-воздушных сил. Всех поздравляю с праздником, с Днем авиации. Праздник посетили и гости с других городов России. Все улыбались, радовались и восхищались праздничным днем. Для нас необыкновенно. Мы с Приморья, допустим, здесь в гостях. И, ну, нам нравится. Ой, супер вообще вертолеты. Мы сами из Санкт-Петербурга. Ну, как бы, когда-то здесь жили. И такой праздник, как бы, мы под впечатлением. Интересно, весело. Ребенок радуется. Праздник очень хороший сделали. Прям так, место посвободнее, чтобы подойти к вертолёту ближе, посмотреть. В общем, все нравится. Вчеты не потрясающие. Первый раз в день у моего вертолёта в такой близости. Приехали специально из Челябинска сюда, к родственникам, и попали вот на этот праздник. Серьезно из Челябинска? Да. Поэтому положительные впечатления. Город у нас, как бы, авиационный, много кто работает на Куман-Клон, много кто уже отработал на Куман-Клон. Как бы, это же традиционный праздник стал для нашего города. Ну, положительные впечатления, положительные впечатления. Город у нас, как бы, авиационный, много кто работает на Куман-Клон, много кто уже отработал на Куман-Клон. Как бы, это же традиционный праздник стал для нашего города. Положительные впечатления. Мы очень рады, что есть возможность нашим мальчикам с новьям показать настоящие вертолеты, даже побывать внутри. И спасибо, что такие праздники проводятся. По окончанию так называемой Дни открытых дверей жители и гости перебазировались в центр города для продолжения народного гуляния. Свадебные букеты, почетные грамоты и поздравительные речи – все это атрибуты официальной части празднования Дня города. Ее в этом году принимала площадь угольщиков. Владимир Антошкин расскажет подробнее. Официальная часть Дня города открылась легким, расслабляющим детским танцем на площади у центра Дустык. А после такого зажигательного старта перешли и к вещам более серьезным. Шутка ли воздать по заслугам наиболее достойным горожанам? Перед тем, как исполнить эту ответственную миссию, председатель городского совета поздравил всех с праздником. С праздником авиаторы, машиностроители, конструкторы и летчики. Мы гордимся вами, как и всеми жителями города, всей большой семьей горожан. Мы гордимся ветеранами и первостроителями нашего города. Мы уверены, что Кумертау – один из самых красивых и юных городов республики, обладающий неплохим экономическим и индивидуальным потенциалом, возрастающей инвестиционной привлекательности. Наград же в этот день удостоились несколько десятков горожан. Обладателями почетных грамот стали как простые друженики, так и руководители предприятий. Это повара, педагоги, врачи, правоохранители – словом, представители практически всех сфер деятельности города. Стараемся, работаем, трудимся на благо городов. И, конечно, всегда приятно, когда замечают старания, труды. Всех горожан поздравляю с праздником города, Днем авиастроителей. Администрацию города поздравляю. Работает очень замечательная команда. Очень много говорят о развитии города. Я уверен, у команды, которая сейчас сложилась, все обязательно получится. В нашем городе люди работают, которые на самом деле добиваются успехов, и которые заслуживают наград. Я хочу пожелать всем счастья, благополучия и мирного неба над головой, процветания. Особые приключения приготовили для тех, кто в этот день сделал один из важных шагов навстречу собственному счастью, а в какой-то степени процветанию города в целом. Несколько пар молодоженов поздравили с вступлением в законный брак прямо на площади угольщиков. Им предложили собрать общий символический пазл и бросить будущим невестам традиционные букеты. Раз, два, три. Букете, гряди! Ну! Сегодня у нас торжественный день в нашей жизни. То есть свадьбы. Ну и решили как бы войти в историю, что ли. Все отлично, все супер, рады, счастливы. Все хорошо, все отлично, мы рады. Наконец-то свершилось. Завершилась так называемая официальная часть дня города парными танцами, в которых молодоженов могли поддержать все желающие. 16 августа в территориальной избирательной комиссии состоялась жеребьевка по распределению печатных площадей и эфирного времени в средствах массовой информации для кандидатов в депутаты Государственной Думы. Наша съемочная группа наблюдала за процессом. Жеребьевка проводилась территориально-избирательной комиссией совместно с печатными изданиями «Кумертауское время» и «Юшатыр» по размещению бесплатных и платных материалов в печатных изданиях нашего города и платного эфира в телерадиокомпании «Арис». Жеребьевка проводится следующим образом. Сначала мы определяем очередь проведения жеребьевки среди периодических печатных изданий. Перед началом жеребьевки сотрудники печатных изданий предоставили данные об объеме площади для публикации агитационных материалов для каждого кандидата и данные о количестве номеров, в которых будут опубликованы статьи. За весь агитационный период, который у нас 20 августа, 17 сентября выйдет 7 номеров газеты «Кумертауское время». Это без отчета субботних номеров. Это традиционно субботные номера в агитационной компании не учитывается. Первыми в жеребьевке приняли участие 14 политических партий официально зарегистрированной Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по одномандатному избирательному округу номер 7. Российская экологическая партия «Зеленая». Следующими распределили печатную площадь 9 представителей кандидатов депутата Государственной Думы по 7-му Салаватскому одномандатному избирательному округу. Информация по протоколу, в котором были зафиксированы результаты жеребьевки, будет принята постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан и официально размещена на сайте ЦИК РБ. До выборов осталось чуть меньше месяца. Кандидаты и партии, официально зарегистрировавшиеся, определены. Они будут участвовать в дальнейшей предвыборной гонке. Чтобы узнать, насколько осведомлены жители нашего города о кандидатах в депутаты Госдумы и местный совет, нашим корреспондентам был проведен небольшой опрос. Выборы депутатов Государственной Думы 7-го созыва и в местный городской совет, назначенный на 18 сентября 2016 года. На сегодняшний день регистрация политических партий и кандидатов завершена. Нашей съемочной группой был проведен опрос жителей города на площади Советов и Аллеи Славы, чтобы выяснить, знают ли они кандидатов, участвующих в предвыборной гонке. По городу не знаем. От Дашкири, кто у нас там должен? Нет, честно говоря, вообще не слышала. В городской совет и в Госдуму. Вы знаете, кого будем выбрать вообще? Какие кандидаты есть? Нет. На сегодняшний день? Какую-то фамилию? Нет. Байгу Скаров, вот из-за него я и собираюсь голосовать. Фамилия? Нет, не знаю. Ни одной фамилии? Партии. Я знаю, что партии будут. Ну да. Ну, КПРФ, ЛДПР, как обычно, Единая Россия. По результатам опроса стало известно, что трое из опрошенных жителей не осведомлены о кандидатах, баллотирующихся в городской совет и Государственную думу. Двое назвали фамилии и партии. И большая часть отказались давать комментарии. Напомним, что общее количество избирателей в городе Кумертал – 51 тысяча. В составе Госдумы сегодня Республику Башкортостан представляют 16 депутатов по партийным спискам, 12 из которых депутаты от партии Единая Россия, двое от КПРФ и по одному депутату от ЛДПР и партии Справедливая Россия. 18 сентября состоятся двойные выборы. Избиратели получат 4 бюллетеня, 2 для выборов депутатов в Госдуму и 2 в местный совет. Стоит добавить, что ближе познакомиться с местными кандидатами вы сможете посредством прямого эфира. Начиная с понедельника и до пятницы 16 сентября на нашем телеканале по будням в 19.30 будет выходить программа теледебаты. Жаркие дискуссии, вопросы оппонентов и телезрителей – все это в этой студии уже завтра. На неделе в Агентстве по развитию территории состоялся прием граждан председателям Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору. Какие вопросы задавали Ильдару Шафикову, знает Гульнас Филатова. Прием граждан проводится руководителями Госкомитета периодически, для того, чтобы быть в курсе проблем волнующих жителей, а также консультировать их по действующему законодательству. С вопросами к председателю Госкомитета обратились собственники жилья, представители муниципальных компаний и другие жители города. Были подняты темы содержания многоквартирных домов и управления ими, порядок заключения договора управления, выбор управляющей компанией и порядок перехода к другой. В отсутствии иных вариантов остается управляющая компания. И здесь опять два варианта. Либо вы его выполняете сами, либо, значит, за вас это дело в городе на местном соуправлении. То есть, если есть выбор к другим гимнам, я просто не знаю, может быть, в целом, наверное, помехал ли одно, правда ли, что там правило. Если бы это лучше заняться, мы бы проверку, если бы сделать любое дело. Как отметил председатель Госкомитета, если задаваемые вопросы требуют проверочных мероприятий, то такие сообщения берутся на контроль и по ним проводятся проверки. А если жалобы подтверждаются в процессе, принимаются меры по принуждению к устранению нарушений. Либо лица, допустившие их, привлекаются к ответственности, установленной законом в виде административных штрафов. Значит, приезжает автомобиль, вывозит мусор, и вот он нагружает мусор, и вот все это падает. Вот чтобы убрать это, обязательно нужно напомнить, чтобы ветер несет оттуда, бог знает, сколько мусора. Это все во дворе, обязательно нужно напоминать. Если они договоры не выполняют, но это в ваших правах обратиться, вы можете, в принципе, и напрямую к нам обратиться. Но я все-таки рекомендую довести свои позиции и проклятические контролицы, чтобы они понимают, что следующим шагом в прошлом было предотвращение на долгую работу. А вот когда мы придем, посмотрим, зафиксируем их нарушение, и уже выведем в первом случае предписание, а в последующем штрафы. То есть штрафы довольно существенные и значительные. Кроме темы жилищно-коммунальных услуг, записавшихся на прием, интересовали вопросы проведения капитального ремонта. А именно, почему в некоторых домах он выполняется частично. Если перечень этих работ нет, то ежегодно. Ну, перечень наезд. На следующий год. Да, надо просить управляющую компанию включить эти виды работ, перечень видов работ на следующий год. И уже потом контролировать, как они делаются. Также на приеме были рассмотрены вопросы с начислением оплаты за жилищно-коммунальные услуги и проблемой в земельно-строительной сфере. По словам Ильдара Шафикова, в этом году нарушение действующего жилищного законодательства в целом по республике было выявлено меньше, чем в прошлом году. Проверки по обращениям граждан являются внеплановыми и поэтому чаще всего результативными. По мнению председателя госкомитета, в Кумертал по части оказания жилищно-коммунальных услуг проблем меньше, чем в других муниципальных образованиях. У нас здесь не так много обращений. То есть в этом плане довольно, скажем так, благоприятный город. То есть у нас количество обращений, связанных с нарушениями, не так много по Кумерталу. Но хотя они имеют место быть, но мы стараемся на них реагировать и своевременно принимать меры с тем, чтобы эти нарушения устранить. В городе Салават находится территориальное подразделение госкомитета, куда жители могут обращаться напрямую с вопросами касательно жилищно-строительной сферы. Кроме того, государственным комитетом организована возможность подачи электронных обращений на специализированном сайте. Арестовать нечего, но зато есть кого. Судебные приставы продолжают активную работу по привлечению должников к ответственности и на неделе совершили очередной рейд. Служба отправилась в гости к тем, у кого чувство долго напрочь отсутствует. В закрытой двери стучалась и наша съемочная группа. В списке в основном злостные неплатильщики. У некоторых более десятка просроченных квитанций. Причем все они предпочитают скрываться от судебных приставов. Тише вам сейчас. Вручить постановление лично – большая удача. Чаще всего за должников отдуваются родственники или соседи. А что-то соседа вашего? Сурайна, камень, есть пилы. Он ожорит вообще? После, после, рассказали. Я мальчику столько вижу. Вечером тогда? А слава? Слава. Вчера, да? Вчера не пили? Нет, не пили. Еще один адрес. Попасть не так просто. Судебные приставы признаются. Должники, с которым приходится работать, часто бывают агрессивными и невменяемыми. Зайдя в подъезд по улице вокзальной, алименщик встречал нас прямо на пороге своей квартиры. Пухает. У меня мать. В начале восьмого утра ему идти куда-то явно не хотелось. По словам соседей, мужчина употребляет спиртное регулярно. Живет в квартире с матерью, но она выгнала его и не пускает домой. Служба доставила правонарушителя в здание городского отдела судебных приставов для составления протокола. Так как нарушитель находился в алкогольном опьянении и не мог самостоятельно ознакомиться, были приглашены понятые. Составляется протокол административного правонарушения по статье 20.25 по неуплате штрафа административного в размере 1000 рублей по постановлению мирового судьи в воспрепятствии законной деятельности судебного пристава 17.8. По словам приставов, задолженность составляет всего 1000 рублей. Вроде сумма небольшая, но почему-то платить он просто не желает. Но можно с уверенностью сказать, что наказание последует. Сегодня составлен один административный протокол и должник сейчас будет доставлен в суд для рассмотрения данного протокола. По статье 20.25 Кодекса административного правонарушения предусмотрена следующая ответственность. Штраф в двойном размере, либо до 15 суток лишения свободы, либо обязательные работы. Судебные приставы рекомендуют должникам уплачивать штраф в установленный законом срок – 60 дней. А лучше стремиться быть законопослушным гражданином. Полторы недели ровно столько остается до начала нового учебного года. Каникулы близятся к своему логическому завершению. Наша телекомпания на протяжении трех летних месяцев рассказывала о том, как проходит летняя оздоровительная кампания. Но лето – это не только загородные пришкольные и спортивные лагеря для школьников, но и практика на пришкольных участках, о которых мы едва не забыли. Кульнас Филатова вспомнила школьные годы и отправилась в гимназию номер один. Лето – традиционная пора прохождения трудовой практики для учащихся на пришкольных территориях. В процессе работы на учебно-опытном участке ребята не только осваивают ручной труд, но также знакомятся с основами охраны природы. В гимназии номер один все классы по установленному графику трудятся для благоустройства и озеленения территории своего учебного заведения. Мы поливаем, мы ухаживаем за нашими цветами, которые мы сажаем в школе. Нам очень нравится сюда ходить, потому что летом, встречаемся мы только 1 сентября, а летом мы можем увидеть друг друга, поливать цветы, сажать их. Тем более приятно, когда ты приходишь в школу, а тебя встречают такие красивые очень цветы. По понедельникам, среду и пятницу мы поливаем, а в остальные дни можем прополоть, убрать что-то, подмести, чтобы подготовить нашу школу к 1 сентября. Учащиеся ухаживают за цветами, поливают и пропалывают, убираются на пришкольной территории. Вся трудовая деятельность детей ведется с письменного разрешения родителей, и работают они не больше 2,5 часов в день. Я считаю, что это нужная работа. Кроме этого, еще ведь это и трудовое воспитание. Но дети ходят, вот сейчас отрабатывает мой класс. Сегодня мы собирали ветки, палки, вчера был ветер, сегодня часть поливали детей, цветничок этот поливали, убирали мусор, ветки, взрослые рубили ветки, они убирали веточки. Прочищали мы сегодня лилии как раз, засушливый же год. Организовать трудовую деятельность и заинтересовать детей в ее необходимости не так просто. Поэтому работают ребята под руководством учителей, которые не только направляют их, но также сами активно участвуют в благоустройстве территории. В этом году вы видели, что мы наш хозяйственный блок хотим сделать красивым, интересным. Это у нас новый учитель ИЗО работает. Она проявляет свое творчество, свою фантазию. Мы только дали направление, что нужно сделать. Она уже старается это направление выразить в конкретных каких-то формах. Каждый ребенок с удовольствием идет к нам работать, потому что это, во-первых, возможность пообщаться со своими одноклассниками, а самое главное, это помочь в благоустройстве нашей территории. Это была воскресная программа. Итоги недели. Повтор программы на сайте www.ariz.tv.ru Встретимся в следующее воскресенье на телеканале «Арис». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин